За получение взятки подозреваемых задержали летом 2011 года. По версии следствия, они требовали и получили от директора частного предприятия 350 тысяч гривен. Взамен обещали содействие в приватизации недвижимости. Этим делом занималась Генеральная прокуратура Украины. Суд длился более года. Действия, которые были зафиксированы досудебным следствием, они свидетельствуют о том, что, собственно говоря, это и была взятка, предмет взятки и предназначались они именно для этих указанных должностных лиц. Я считаю, что объективно был проведен судебный процесс в рамках уголовного процессуального закона. Нарушений, на мой взгляд, не было допущенных. Приговор судья зачитывала более двух часов. В соответствии со статьей 54 Уголовного кодекса Украины суд применяет подсудимому Ляшенко дополнительное наказание лишения ранга государственного служащего, поскольку он, находясь на должности городского головы, в связи с которой ему присвоен пятый ранг должностного лица местного самоуправления, используя служебное положение, совершил преступление. Подсудимые, за исключением Олега Лысакова и адвокаты, с приговором суда не согласны. От комментариев Андрей Ляшенко и Дмитрий Рынди отказались. Мнение своего подзащитного отзвучил один из адвокатов. Говорит, будут подавать апелляцию. То, что прозвучало в приговор суда, немного удивляет, потому что мы представляли документы, которые как раз опровергали вот те факты, о котором в приговоре было сказано. И очень удивительно, что суд, не приняв эти документы, указывает на то, что каких-либо других доказательств нет. На обращение в апелляционный суд у адвокатов есть 15 дней. Расислав Сысоев, Екатерина Параханяк, Панорама.